Всем здорово! Сегодня у нас будет немного славобудия на тему ютуба и того, что новостной формат роликов, в которых человек пересказывает новости, комментирует их, сейчас становится одним из самых популярных. Я бы даже сказал, что он всегда был популярен, но сейчас у него как будто бы открылось второе дыхание, и что коснулось напрямую меня. В общем, за последний месяц я на себе почувствовал, как бытие может определять сознание. С того момента, как началась война в Нагорном Карабахе, я вслед за многими сразу же оказался под влиянием происходящего и этого информационного поля. И более того, поскольку у меня есть канал на ютубе, передо мной отчетливо встал конкретный вопрос, а не сделать ли мне что-нибудь на тему Нагорного Карабаха. Поначалу я не собирался ничего делать, там и так про Первую Мировую еще много чего делать, но в конце концов решил, что ну надо хотя бы сделать один ролик, дабы рассказать о самых общих моментах и что я обо всем этом думаю, тем более, что события актуальны и наверняка будут просмотры. Но потом выяснилось, что нужно сделать еще один ролик, дабы еще лучше объяснить то, что сказал в первом. А потом еще и третий ролик, чтобы совсем уж надежно прояснить, но потом четвертый. Ну в общем, дальше вы знаете. И едва ли не самое главное во всем этом, это то, что выяснилось, что действительно просмотров ролики собирают ох как немало. Я поначалу думал, что речь пойдет просто о десятках тысяч просмотров, ну может быть до сотни тысяч и не более того. Это был предел моих предположений. А на практике оказалось, что просмотров сотни тысяч и чуть ли не до полумиллиона, а некоторые ролики даже попали в тренды ютуба. И в этот момент можно было бы даже воскликнуть, ну смотрите какой же я умный и талантливый, что собираю столько просмотров на ютубе. Но посмотрев в очередной раз, с кем же я оказался по соседству в этих самых трендах ютуба, я понял, насколько же это глупая идея кичиться на ютубе количеством просмотров под своими роликами. Но помимо просмотров, была еще и монетизация с роликов, она тоже идет. Ну если про Карабах, пока что это не Ближний Восток, за упоминание отдельных стран которого в ролике монетизация сразу же слетает. Ютуб просто распознает сказанное, отпечатанное в тегах, в названии и привет желтый значок демонетизации. И вместе с ним и алгоритмы ютуба начинают работать хуже и ролик уже не так активно распространяется. И вот тут-то и сработал тот момент, что у меня все-таки сознание не просто зрителя ютуба, а именно что человека, который делает ролики на ютубе уже несколько лет. Тема Карабаха актуальная, хайп никто не отменял. Ясно, что просмотров будет немало. Более того, придут новые люди на канал и кто-то из них посмотрит и другие ролики. Те, что про Первую мировую. А их, к сожалению, смотрят не так активно. Но все-таки непопулярная эта тема, что там было во времена, когда формировалось многое, на чем сейчас держится тактика и оперативное искусство. А так, через Карабах удастся притянуть и Первую мировую. Ну а далее в ход постепенно пошел и следующий фактор, который, к слову, прослеживается у немалого числа блогеров ютуба. Это то, что я бы назвал ощущение причастности к происходящему, ну прикосновение к истории, которая творится здесь и сейчас. И то, что можно как-то высказаться на большое число людей вот по этой актуальной теме, и тем самым вроде как повлияв на информационное поле, на эту самую историю, что творится здесь и сейчас. Это, в общем-то, не маловажный момент, особенно учитывая, что у многих на ютубе есть те или иные политические и идеологические убеждения. И при таком подходе получается, что это уже не просто хобби или профессиональная деятельность заработок денег с помощью ютуба. Нет, это уже нечто большее. Все-таки, когда просто ролики на ютубе и деньги с ютуба, это как-то мелочно что ли. А тут сразу же в ход идут высшие материи, история, которая пишется здесь и сейчас. Это уже совсем другой уровень и появляется ощущение собственной значимости. Ну чего что-то отрицать-то? Более того, может даже появиться опасная вера в то, что средства массовой информации могут оказать решающее влияние на сознание людей. И может даже подуматься, что сознание определяет бытие. И что есть, конечно же, глупость, на самом-то деле все ровно наоборот. И вот я, в общем-то, и оказался под влиянием всего этого и переключился на актуальную тему Карабаха. И, соответственно, начал следить за тем, что появляется в информационном пространстве. Кто что пишет в соцсетях, что там в новостной ленте, кто еще снимает ролики. И в этот момент, к слову, узнал о существовании новых ютуб-каналов, снимающих в формате обзора новостей. Больше десятка таких точно видел. И еще, к слову, начал смотреть и телевизор. Что там такого говорят? Ну того же Соловьева с Киселевым. И о чем пару раз упоминал в сообщениях ютуба. Ну все-таки порой телевизор производит неизгладимое впечатление от своего просмотра. Впрочем, есть еще один важный момент, почему конкретно меня затянуло в этот новостной военно-политический Карабах. И почему формат обзора новостей так популярен сейчас на ютубе. Я думаю, многие уже заметили, что ролики на канале даже выходить стали чаще. И это неспроста. Потому что делать ролики такого новостного военно-политического формата не так уж и сложно. Я бы даже сказал, что это один из самых простых форматов на ютубе. А простота создания чего-либо на ютубе, это один из важнейших элементов. Ну помимо актуальности. Особенно если рассматривать соотношение затраченных усилий и полученный результат в виде просмотров. Вообще, если вспомнить, что было раньше, когда-то давно Камикадзе Ди одним из первых оседлал эту тему, вот в буквальном смысле, пересказ и озвучивание новостей. То, что он самый первый, точно не поручусь. Но то, что один из первых, и аж лет 10 назад, если не больше, он снимал на эту тему, это вот точно. И у меня этот формат однозначно ассоциируется именно с Камикадзе. Как это делается? Залез в браузер и по очевидным новостным запросам открыл нужные вкладки с новостями по теме, но которая сейчас актуальна. Затем хотя бы раз их прочитал. Хотя, честно говоря, порой и это не обязательно. И далее у себя в голове вписал эти новости в свою картину мира, в свои политические и идеологические убеждения, включил запись, проговорил, пересказал эти новости, сопровождая их небольшими комментариями, и... в общем-то всё можно заливать на YouTube. И что, в общем-то, тот же Камикадзе до сих пор и делает. И ролики про Карабах у него тоже имеются. То есть, освоив простые методы работы и имея определенную базу знаний в голове, можно клепать такие ролики хоть каждый день. Причём базу знаний не самую большую. И в принципе, опыта просмотра политических передач по телеку или на том же YouTube, в общем-то, вполне достаточно. И это, к слову, один из печальных моментов. К сожалению, с политическими новостями срабатывает такой принцип, как easy to learn, hard to play. Ну то есть, легко начать говорить что-то на политические темы. И делать это может практически каждый человек. И звучать всё сказанное тоже может вполне логично и последовательно. Про устройство ядерного реактора подлодки или принципы работы системы управления БПЛА вот так вот сходу не получится. Там нужна дополнительная подготовка. Хотя на самом деле, при разборе новостей, здесь уже должно идти совмещение политологии с исторической наукой. И в идеале, для грамотного освещения политических новостей, нужно знать кое-что из этих основ. Но в том-то и дело, что это в идеале. А на практике всё гораздо проще. И в результате мы видим великих аналитиков и обозревателей новостей по типу Ванамаса и Камикадзе Ди. И в принципе, у меня в голове уже закралась мысль, что технически я так тоже могу. Каждый день выдавать по ролику с пересказом новостей на политические темы и выдачей простых комментариев. Ну, отчасти я, в общем-то, этим прошедший месяц и занимался. Но проблема в том, что если я пойду по этому пути, то это будет уже какой-то другой канал, чем замышлялся изначально. Потому что следование такому формату вытеснит чисто военное, исторично-тактично-организационное. А оно нам надо? Я думаю, что оно нам всё-таки не надо. Зачем нам скрипач? Не, нам скрипач не нужен. Или кузнец. Ну, в общем, я думаю, вы поняли основной посыл. И, в общем-то, можно было наблюдать, как прошедшие полтора месяца я делал не только что-то по новостным сообщениям из Карабаха, но и более общие вещи. Про принципы боевого применения бронетанковых войск, несколько боевых примеров из Первой мировой, вот опять же, правда, на фоне Карабаха. И просто общее рассуждение о боевых действиях, о тактике и в том числе и в горах. И если убрать всё это, то, конечно, можно было бы пилить политоту каждый день, а не через день или через два, как-то у меня было. Но, повторюсь, это был бы уже какой-то другой канал. А оно нам, в общем-то, не надо. Впрочем, по Карабаху, даже скорее по боевым действиям в горной местности, у меня ещё будет несколько роликов до конца года. Ну, по отдельным аспектам боевых действий. Ну, просто не хочется, чтобы они лежали в дальнем ящике и были, ну, практически своеобразным гештальтом. Лучше закрыть это дело в ближайшее время. И, наконец-таки, приступить к окончательному добиванию Первой мировой войны. В общем, жмите всё, что видите, подписывайтесь на канал, обязательно включайте колокольчик и до скорого. Да, и комментарии не забывайте оставлять, это тоже важно.